Всем здарова, народ! С вами Бесахара, и честно говоря, я немного опоздал с данным гайдом по зачистке искусственного острова, он же Artificial Island, так как был занят важными делами. Он спиздил, ты, куб! А она ж тебя ещё дамажит, куб, да? Да. Бля! Но всё же я решил его сделать, и сегодня я расскажу вам и покажу, что необходимо, чтобы попасть на каждый из закрытых куполом островов. Постараюсь максимально быстро и лаконично, поэтому не садитесь поудобнее и не берите покушать, потому что вы не успеете. Поехали! Для начала вам необходимо подготовить пару-тройку предметов. Первое – это набор инструментов, или тулсет, из синего подарка, который можно купить за валюту из ежедневных заданий во вкладке Challenge Training, или IQ-тесты. Второе – это ключ-карта, которая падает из элитного моба на острове, спавнится он рандомно в местах, указанных мною на карте маркерами в виде кабанчиков. Мы с ребятами, пока зачищали основную часть острова, встретили этого моба трижды. В итоге у нас накопилось аж три таких ключ-карты, но специально для вас я побегал по точкам спавна после отснятого ролика и нашел его на первой точке спавна, прямо возле палатки, про которую мы поговорим далее. И последнее – три батарейки, которые можно получить в трех открытых куполах на воде, на них мы остановимся поподробнее. На воде между островов есть три небольших купола, в каждом куполе по центру находится большой корабль и по периметру расположены три маленьких, а весь купол затянут туманом. На маленьких спавнятся вот такие светлячки, которые нужно собрать и принести на центральный, зажечь на нем три лампы, подойдя и нажав F, после чего туман пропадет, а вам дадут фиолетовую гачекрутку и необходимую батарейку. С самого начала советую при зачистке локации искусственного острова выполнить подготовительные этапы, которые я описал ранее, и собрать все необходимое. Также для помощи в зачистке всех локаций советую использовать интерактивную карту, ссылку на которую я оставлю в описании. Авторизуйтесь через гугл почту, чтобы отслеживать прогресс и отмечать собранные предметы на карте, что очень удобно. Либо используйте карту без авторизации, но за сохранность прогресса ваших отметок я ответственности не несу. После того, как вы закончили подготовительный этап и собрали все необходимое, идем к этой палатке на востоке центрального острова и чиним данный автомат, используя тот самый набор инструментов Toolset. Правее от палатки с автоматом есть платформа с телепортом, с которого мы и начнем. Телепортируемся на северный остров Джимини, собираем расположенный здесь в округе гачекрутки. Для вашего удобства я буду прикреплять скриншоты кусочков карты этих островов. После направляемся на южный островок к следующему телепорту, который отправит нас на южный остров Джимини. На южных островах мы также собираем гачекрутки. После поднимаемся на верхнюю точку центрального острова, будьте аккуратны при подъеме, шипованные корни, которые обвивают скалу, будут мешать вам подняться. И забегаем в этот контейнер, где подбираем следующую ключ-карту Тайрон. Возвращаемся на северный островок и пользуемся синим треугольным телепортом, который отправит нас обратно на северные острова Джимини. Да, я понимаю, немного запутанно звучит, но уверяет, дальше будет намного проще. Здесь нам снова нужно подняться на верхнюю точку центрального острова и использовать телепорт с новой ключ-картой. Далее мы попадаем на острова Sea Horizon Stand, где также собираем гачекрутки и поднимаемся на центральный остров, где необходимо забрать следующую ключ-карту на небольшой платформе в окружении нескольких лунок с кротами. После чего можно телепортироваться с помощью карты обычного телепорта к следующей платформе портау, которая находится на Islet of Pins. Используя ключ-карту мы попадем на закрытый остров Listen to Irwin, где снова соберем гачекрутки по периметру острова и залезаем вот на эту башню. На ней лежит следующий ключ-карта Damien для активации платформы телепорта на данном острове. Возвращаемся обратно и сначала чиним три панели этого телепорта, вот тут нам и понадобятся те самые три батарейки, которые мы добыли на кораблях со светлячками, а после активируем телепорт. В конечном итоге нас отправят на последний остров под куполом Diarno Islet. Я собрал сначала крутки по краям, а после убил двух элитных мобов в центре для ачивки и собрал оставшиеся иментовые и красные гачекрутки на платформе. На этом весь путь по закрытым островам заканчивается. Напомню, не обязательно делать все так, как сказал я, главное придерживаться основной концепции, и если что-то забыли, можно снова попасть туда. Просто придется пробежать по всем предыдущим островам, не считая южного острова Джимини. Если вам понравилось видео или оно было полезно, поделитесь им с друзьями, поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий, ведь любая активность – хорошая мотивация. А я с вами не прощаюсь, с вами был Без Сахара, увидимся в следующем видео.